Балдинская осень Несмотря на такое положение в мире, вроде бы сложное, физики продолжают объединяться. И это очень радует, что наш семинар имеет такую популярность. Вопросы, которые здесь обсуждаются, они касаются как теоретической физики, так и прикладных вопросов, включая все экспериментальные аспекты. То есть очень широкий спектр, возможно, поэтому семинар так и популярен. Профессор Ли Пандром из Соединенных Штатов Америки первым выступил с докладом на Балдинском семинаре. Ученый не один десяток лет проводил исследования в Фермилабе, где физиком служил коллайдер Таватрон, до его остановки на модернизацию. С этой лабораторией тесные связи у Объединенного института ядерных исследований. Это плюс и Фермилабу, и Оияи, отмечает профессор Пандром. Я эксперименталист, и я работаю в Фермилабе, недалеко от Чикаго. И мне интересуется эта лаборатория. Я был здесь давным-давно. Моё первое посещение в Дубне – это в 70-м году. Доклад ученого был посвящен фундаментальным проблемам. Топ-кварку – это эксперимент, который просматривает, есть ли границы стандартной модели или нет. Интерес к Балдинскому семинару возрастает. Если в прошлом году было 200 участников, то в этом году уже 240. Приехали ученые из 15 стран. Представлены научные центры России, США, Германии, Италии, Франции, Чехии, Словакии, Болгарии, Монголии, Узбекистана, Белоруссии, Украина, Казахстана, Польши. Мы занимаемся трансмутацией продуктов деления, которые получаются в реакторе. И тоже занимаемся ADS-ами. Я скажу это по-английски – Accelerator Driven System. Это глубоко подкрытические или подкрытические ассемблии. И потом мы хотим употреблять этот ADS для большего выгорания топлива, которое еще не выгорало в реакторе. Но тоже выгорят эти актимиды и тоже продукты деления. И для этого мы хотим употреблять этот подкрытический состав, потому что он имеет более нейтронов в высоких энергиях. О, так надо сказать. Релятивистская ядерная физика. О работах по новому направлению, которое родилось в Дубне, а затем стало развиваться в крупных научных центрах мира, так в свое время рассказывал сам академик Балдин. Я вам объясню, что это такое. Ядро, движущиеся со скоростью света. Возникают совершенно новые представления о ядерной физике, о ее так называемой кварковой структуре, что имеет значение для понимания процессов внутри звезд, происхождения Вселенной. Формулировать и изучать такие представления можно только на огромных ускорителях, способных ускорять атомные ядра до скорости, близкой к скорости света. Для этого пришлось сначала модернизировать синхрофазотрон, а затем построить новый, первый в мире специализированный ускоритель – нуклатрон, основанный на новых технологиях. При нем вторую жизнь, даже третью жизнь получил синхрофазотрон. То есть синхрофазотрон был построен Векслером, значит, запущен в 1957 году, как ускоритель протонов. Но при Александре Михайловиче он стал ускорителем релятивистских ядер, а также поляризованных дитронов. Который имел, в общем-то, рекордные параметры, пойдем, по поляризованным дитронам, до сих пор непревзойденный. И далее Александр Михайлович предложил создать и новую ускоритель на основе сверхпроводимости – нуклатрон, который сейчас действует, и на нем работают физики из многих стран мира. Александр Балдин, начиная с 1968 года, почти 30 лет, был директором лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. Основные направления его научной деятельности – это теоретическая физика, физика элементарных частиц, ядерная физика, физика и техника ускорителей, техническая сверхпроводимость, криогеника, детекторы частиц и излучений. Он разработал промышленную технологию сжижения гелия, являлся председателем научного совета Российской академии наук по физике электромагнитных взаимодействий, главным редактором журнала «Физика элементарных частиц и атомного ядра». Академик Балдин – лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Этот семинар начался с воспоминаний о Балдине, который инициировал данное собрание, и который выдвинул идею релятивистской ядерной физики, о которой вы спрашиваете, что это такое. В лаборатории физики высоких энергий в 69-70-м годах было наблюдено следующее. Вот у вас движется диэтрон, кстати, это были впервые в мире ускоренные ядра до энергии, когда они движутся со скоростью близкой к скорости света, и то, что называется релятивистские частицы, движение близкой к скорости света. Так вот, этот диэтрон порождает вторичную частицу с энергией, импульсом, больше, чем импульс каждой наклона в диэтроне. Вот на этот счет в свое время еще приводили хороший пример. Вот едет мотоциклист, и перед ним бетонная стена. Он уже никак не может избежать катастрофы, но он все-таки избежал ее. И как? Оказывается, вот как. Он снимает свой шлем и бросает его вперед с энергией больше, чем его движение. Если у него есть на это сила, а почему бы и нет, то тогда он себя затормозит, а шлем свой пошлет вперед. Шлем может разбиться, что угодно с ним случится, но мотоциклист это цел. И вот это есть эффект, именно характерный для релятивистских ядер, когда ядро может отдать свой импульс, например, пемизону в данном случае, в нашем случае, но неважно, какой-то другой частицы, и тем самым большую часть своей энергии отдать. В области скоростей, близких к скорости света, теории ядерных процессов становятся связаны с решением фундаментальных проблем теории квантовых полей. Для описания ядерных взаимодействий при скоростях ядерных частиц, близких к скорости света, в качестве составляющих частиц ядерной материи, квантов, начинают выступать кварки и глюоны, динамика которых определяется уравнениями квантовой хромодинамики. Очень приятно, что популярность этого семинара сейчас возрастает. Конечно, это связано с тем, что идеи, которые когда-то возникали у Александра Михайловича, они работают сегодня не только здесь и в мире, но здесь мы сегодня реализуем очень престижный, амбициозный проект сооружения комплекса сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов. И это, конечно, то, о чем, конечно, мечтал, наверняка мечтал Александр Михайлович, и теперь становится реальностью. Что даст НИКО? Вот, казалось бы, мир ушел уже далеко вперед. Но мир ушел далеко вперед, действительно, но оставив после себя белые пятна. Вот белые эти пятна вот такого сорта. Значит, вот мы поняли, что в ядрах большую роль играют эти кварки, или как мы их вместе называем, портоны. Какие-то точно подобные частицы, которые проявляют себя в частности вот таким способом, как я рассказал. Но легко сразу понять, что может образоваться совершенно новое состояние вещества, которое называется кварк-глионная плазма. То есть, когда нуклонов уже нет, а все их составляющие частицы, кварки, глионы, и там, может быть, еще что-то, создали новый вид вещества, который вот мы условно называем кварк-глионной плазмой, по аналогии с электромагнитной плазмой, которую мы хорошо знаем, вот огонь горит, это плазма. Популярность этого семинара основана на тех заделах, которые были в свое время сделаны под руководством Александра Балдина. Предсказания, которые в свое время были сделаны ученым и сотрудниками лаборатории Объединенного института в области взаимодействия ядер при больших энергиях, сейчас подтверждаются. Последние эксперименты, которые были выполнены в Церне на Большом адронном коллайдере, они, в общем-то, пока показали, что, в частности, вот, например, отношение выхода антипротона к протонам, точки легли точно туда, где они были предсказаны. Вот, по подходу, который был разработан еще Александром Михайловичем Балдином более 15 лет назад. Он, вы знаете, всегда любил поднимать вопросы, которые были где-то на пределе возможного в науке. И, кстати, очень интересно, он всегда любил общаться с молодыми людьми. Я, наверное, хорошо помню, когда он мне задавал вопросы, рождавшись у него, по-видимому, в долгих размышлениях, и была интересная реакция молодых людей. То есть, я думаю, что вот это необычное, крупное качество персоналити, личности, которая все время находилась в поиске, все время искала что-то новое, и всегда любила обсуждать эти проблемы, не хранить их в себе, о них. И тем самым вот была создана атмосфера в лаборатории высоких энергий, которая носит теперь сегодня его имя, и в институте. Очень творческая атмосфера, атмосфера поисков. И очень тесного сближения людей, идущих к одной цели.